Приветствую вас, Наталья. Давайте разберём ваш вопрос, который вы задаёте. Из вашего сообщения получается, что в отношениях, которые вы описываете, изначально не было какой-то определённости. Изначально был налёт некоторого, ну может быть всегда это будет громко сказано, налёт бережности, я бы так это сказал, да. Налёт некоторой романтичности, налёт некоторой такой, может быть наивности немного, всё кстати, ничего плохого абсолютно в этом нет. И так далее. Вот. На что важно, на мой взгляд, обратить внимание. Да, вот, ну просто, на что важно обратить внимание. На что важно, что важно обратить внимание. Увидеть здесь. Это то, что, да, мужчина безусловно не сомневается. Это правда. Да, мужчина безусловно явно стесняется там и так далее. Это тоже правда. Но важно то, как мне кажется, что вы, говоря об откровенности, говоря о... и так далее. Ну, о том, что вам хочется свои чувства. Ну, хочется поговорить с мужчиной, да. Вот, про чувства. Поэтому, вы, на мой взгляд, как бы игнорируете свой, свою сторону, то есть, на мой взгляд, вы игнорируете сторону своих чувств собственных, своих собственных переживаний, и вот вы все хотите откровенности от него, вы говорите, что я не очень понимаю, какие у него ко мне чувства и так далее, я понимаю вас довольно хорошо в этом. Но мне кажется, что вы пытаетесь в какой-то степени ответственность приложить на человека, потому что, будучи неуверенной в себе, например, да, будучи неуверенной в своих чувствах, например, вы хотите, чтобы мужчина делал первый шаг, вы хотите, чтобы он признался вам в своих чувствах, вот. В этом ничего плохого нет в том, что вы хотите. Проблема в том, что мужчина явно к этому не готов. И из-за того, что мужчина к этому не готов, вот, вы чувствуете нервозность, вы чувствуете напряженность, да? Вот. И мне кажется, что системная проблема в том, что у вас есть вот это вот «но», то есть много «но» есть. Ну вот эти вот «но», о которых вы, собственно, говорите. И мне кажется, что вам хочется, чтобы мужчина избрал вам от этих самых, ну, мне кажется, вам хочется, чтобы человек взял и, ну, сказал, что всё будет хорошо, да? Я тебя люблю или я тебе неравнодушен, ну, вот, всё мы с тобой в отношениях. Вот. И вы бы были с ним в отношениях, это правда. Но тонкость и сложность здесь в том, что мужчины так не делают, вот. И вы сами идти на сближение, как мне кажется, не готовы. Вот. А мы говорим из-за того, что не готовы рискнуть, да? А не готовы рискнуть, вот... Вступить в такие отношения, скажем так. И вы боитесь, ну, возможно. Возможно, что вы боитесь. Я, конечно, в этом не уверен, но думаю, что вы именно что боитесь. И свою роль как психолога я вижу в том, чтобы помочь вам не бояться, то есть помочь вам определиться с тем, что вы чувствуете, с тем, что вы хотите, и научиться, может быть, это выражать. Да, выражать лучше, чем вы это делаете сейчас. Да, может быть, не прикладывая ответственность на другого человека. Вот. Вот вы пишите следующее. Я не знаю, как сделать, чтобы наскрыть со мной поговорили и предназначить чувства. Ну, так вы сами ему почему-то не можете предназначить его чувства. Понимаете? То есть вы сами почему-то не можете рассказать ему о своих чувствах, да? То есть вы сами чего-то боитесь. Смотрим быть этого от него. Понимаете? Вот. Поэтому такое мало. Дальше. Боится он или есть какие-то определенные причины, кроме того, что именно положено, что его действует нелогично, ставит меня в тупик? У вас действия ставит нелогичными. У вас действия ставит тупик и кажется нелогичными в том числе и потому, что вы не доверяете себе. Понятное дело, что, как бы, отговаривать вас от отношений с ним я не буду. Это не моя прерогатива. Да и не хочу я этого, честно говоря, но повторюсь, что моя идея заключается в том, что вы боитесь, вы вот сами несколько в себе не уверены. И хотите эту уверенность все получить от человека. Вот. Почему ваши, почему вам любого действия кажется нелогичным, потому что вы в данном случае, скорее всего всего, хотите контролировать. То есть вы не можете выносить здесь потерю контрола. Вот. Но правда, на мой взгляд, заключается в том, что в отношениях изначально никакого контроля нет. И правда включается в том, что в отношениях нет как таковой вообще правды, нет как таковой истины и так далее. Есть просто два человека, которые могут, являясь самими собой, друг с другом, выстраивать гармоничные отношения. Вот. Или не являясь собой, выстраивать отношения достаточно негармоничные. Вот сейчас вы и мужчины, кстати говоря, тоже собой не являетесь. То есть вы подавляете, получается, оба свои собственные чувства по разным причинам. И каждый сделает другого, первый шаг. Вот. Каждый сделает другого, первый шаг. Ну, ждать можно очень долго. Я надеюсь, что вы это понимаете, что ждать можно очень долго и как бы ничего не достаться. Поэтому решать здесь вам, конечно. То есть вы можете поработать своим страхом, поработать с верностью в себе и все у вас будет хорошо. Дальше. Дальше. Я очень переживаю за свою работу, потому что, правда, так забрать уже не могу и хочу добиться правды. Не могли бы мне представить, как мне здесь поположившаяся ситуация. Мы начнем с того, что, наверное, никакой правды нет. Начнем, наверное, с этого. Никакой правды нет. Есть ваша правда. Есть правда. Мужчины и они эти правды должны как-то, ну, совместиться. Да? Вот. Потому что, эм... Эм... Правда, у каждого фоя. Понимаете? Какая штука. Вот. И мне кажется, что требую этой правды. Эм... Мне кажется, эм... от... Требую от... Ну, от... Мужчины. Правда. Вы... Ничего хорошего... Себе... Не делаете. Ничего хорошего... Себе вы... Не родите. Как мне кажется, по крайней мере, по крайней мере, конечно, здесь есть варианты, вы можете, в принципе, со мной быть не согласны, но вот, работает это именно так. Теперь, что касается самих отношений, то ни в коем случае не хочу повторить вас как-то отговаривать от отношений, вот, ни в коем случае не думаю, что могу и не хочу этого делать. Но есть важные детали, например, то, что столь большая разница в возрасте, можно говорить о наличии у вас некоторых особенностей, которые необходимо учитывать. Если мы хотим во всем с вами разобраться. Поэтому моя идея будет заключаться в том, чтобы вы не спешили с человеком взять в отношения. Вы говорите, что вы запутались. И неплохо было бы помочь вам, что называется, распутаться. Неплохо было бы помочь вам понять, что вы чувствуете. Потому что одно дело, если вы любите самого человека. Одно дело. И совсем другое дело, если вы любите себя с человеком. То есть если вам нравится по факту то, как вы себя с ним чувствуете. Если вам нравится то, как вы себя с ним ощущаете. Вот это ведь, на мой взгляд, совсем не тот же сам. Да? Вот. Кроме того, то, что вы описываете, ну очень сильно похоже на такую, знаете, влюбленность. Да? Вот. При этом, ни в коем случае не плохо. Вот. Но просто, мне кажется, что вы чересчур увлеклись. Вот. Вопрос, конечно, заключается в том, чем именно вы увлеклись все же. Мужчины или вы увлеклись все-таки своим собственным состоянием. Вот. Вот это, мне кажется, очень важно разграничить. Вот. Потому что, если это смешать, то получится, что у вас может быть довольно серьезная разочарование. Кроме того, как вы можете видеть, да, человек не особо-то хочет брать ответственность за ваши отношения. Вот. И, по-видимому, в какой-то степени боится в них вступать. Вот. То есть, ну как-то вот, немножко больше нападений. Но здесь я бы хотел, чтобы вы проявили оформление, чтобы вам не причинили боль. Вот. Я ни в коем случае не говорю вам о значении входить. Просто хочу, чтобы вы подумали про оформление. Это лад. Да? Вот. Вот. Это очень важно. Как, как, ну, как мне кажется, это лад. Дальше. Значит. И так. В последовательность это пересекнуло во мне. Вы пишите, я поняла, что все время скрывал от себя. Настоящий симпатичный к нему. Почему? Он у меня остался на 20 лет. У него есть семья. Хотя, как я поняла, отношения уже не знаю, на 20 лет. Но они не шутят. Собственно, ситуация с женой, вот, существенно осложнее ваше отношение. Потому что для мужчины это лишняя ответственность, она ему не нужна. И невероятно, что человек получает удовольствие просто от того, что вот такие неопределенные отношения с вами у него есть. И они его вполне могут устраивать. и большего ему ничего не нужны. И он будет целенаправленным дальше, дальше пытаться уйти от ответственности. Вот. Чтобы не убрать, чтобы не подавить вот эту вот ситуацию, когда, условно говоря, он находится в таком, знаете, приятном, приподнятом, я бы сказал, состоянии. Вот. Это вот очень важный, как мне кажется, момент. И вам очень важно это понимать. Вам очень важно для себя на это обратить внимание. Вам очень важно для себя зафиксировать это, что да, у человека действительно могут быть проблемы в отношениях, в семье. Вот. Но. Вот появились вы. Появились вы. Вот. Допустим. У него. Да. И он не делает ничего сейчас, чтобы с вами быть. Понимаете? Он не уходит из семьи. Он не говорит своей жене, слушай, все. Наши отношения закончились. Нет. Ничего такого не говорили. Понимаете, все, все штука и всем опасность здесь для вас. Вот. Я просто надеюсь, что вы на это обратите свое внимание. Это достаточно важный аспект. Вот. Следующее. Значит. Да. Нас оказалось очень интересным. Как, например, можно сказать о себе только лично глаза в глаза летать, и это окончательно запутало своих чувств, потому что не могла понять какие-то отношения к человеку в то время как. Да, очень серьезно. Вот, значит. Мне кажется, что данная вража. Ваша. Вот. Именно это. Как-никак не продактально. Понимаете? Говоришь то о том, что вы не привыкли доверять себе, а что вы ищете человека, на которого вы могли бы опереться. Потому что вы сами говорите, что я стал серьезно к нему относиться. Но. Первое. Что значит для вас серьезность? Серьезно. Серьезно. Относиться. Что такое для вас? Серьезно. Относиться. Готовы ли кто-ли вы к тому, что, например, ну, например, вот так, допустим, что будет, что-то не будет по-другому, да, не будет других отношений, что будут только вот такие, такие отношения у вас, что мужчина не захочет там других отношений. И самое главное, если вы стали к человеку серьезно относиться, то в чем же вы тогда запутались? Ведь все, по-моему, очевидно здесь. На мой взгляд, совершенно очевидно. но тем не менее вы говорите о том, что в чем-то экраны запутал. Как видите, здесь есть некое противоречие. Вот. Вот. Письмо, к сожалению, для мужчины. Поскольку он старший вести не признал, ну, не признал, что вам все, когда не раскрыл свои карты после спецмартов. Посмотрите, ну, скорее всего, есть показатель того, что вы, в какой-то степени, не серьезно, потому что, ну, серьезно, более серьезно, было бы просто спросить у него правду в лицо. Но вы этого не сделаете. Опять же, я не говорю здесь о том, что вы должны так делать. Я говорю только о том, что вы стыдите своих чувств, скорее всего. Вы не уверены в них, и вы хотите опереться на человека. И вот этот момент, момент, что вы не чувствуете себя равноправным партнером, потому что равноправный партнер и вот то, что у вас может быть зависим, создает очень серьезную опасность, как мне кажется, для вас. Вот то, что я могу вам сказать сейчас с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии, вот, и с точки зрения своего опыта, который у меня есть. Разница в возрасте даже в семье не является проблемой. Не является проблемой и то, например, что такие отношения могут не поощряться обществом. Любви покорнее все возрасте. Это не так важно. Но важно другое. Насколько вы можете быть самой собой в отношениях с человеком. Это, на мой взгляд, очень важно. И пока что вы демонстрируете то, что в своем сообщении, да, вы демонстрируете то, что самой собой быть вы не можете. Знаете, что вы действуете, ну вот, что называется, окольными путями, вот, и ждете пока человек сам вам скажет, что он хочет. Ну, на мой взгляд, эта позиция очень и очень проигрышная, да, потому что вам она несет только лишь, ну, боль. Я вот так думаю, да, что вам она несет боль, потому что сейчас вы уже, на мой взгляд, перестали получать нахлаждение вот вообще. Тут оно, конечно, еще и к вам хорошо, но вам уже хочется позиции. Тут нужно обязательно сказать про ваш опыт отношений. Тут обязательно нужно упомянуть о том, ну, как у вас вообще складывается и складываются, может быть, отношения с мужчинами. Вы были ли у вас мужчины до этого человека, вот, и так далее. Понимаете? Потому что есть вот ощущение такое, что вы кого-то очень сильно искали, что-то очень сильно искали. Понимаете? И вот сейчас вы это что-то нашли, вот. Вы боитесь это потерять. Ну, о чем, собственно, сами говорите, что я не могу это потерять. А что потерять? Человек потерять. А что если человек решит завтра уйти и прервать отношения с вами? А что если он скажет, что, допустим, ну, там, не знаю, что, что вы только друзья, например, что тогда? Важный момент, если вы не готовы отпустить это, вы хотите добиваться правдой, добиваться правдой. Вы можете это делать. Никто вам не запрещает, запретить не может. Вы можете это делать, но есть важный нюанс, что вы обрекаете себя на то, чтобы не быть собой. К сожалению. Поэтому я бы хотел, очень бы хотел, для вас, чтобы вы хорошо подумали, привлекли, вот, например, психологов для помощи себе, пообщались бы, поисследовали себя, да, вы бы предложили вопросы, обращали бы внимание на то, что важно, на то, что можно и нужно обратить внимание, да. И, кто знает, может, это позволило бы вам выступать более уверенно в отношениях с человеком. Может быть, это вам помогло бы почувствовать себя более свободно, может быть, более естественно. Вот, потому что мужчина, который, вот, он привык к своей жене, да, привык к своей семье, даже если там не всё гладко, и если мы говорим о выходе его из семьи, то нужно, чтобы он увидел, чтобы он увидел, куда он идёт. Вот. Понимаете, какая штука? А он? Такая. Чтобы не видят. Вот. И вы ему демонстрируете некоторые игры, игры, которые ему, наверное, не нужны. Вот. И зарекомендовав себя сейчас, несерьёзно, вы сможете справлю его потерять. Конечно, если вы его потеряете, то это будет для вас опыт. Опыт, возможно, не самый бесполезный, но всё-таки не хотелось бы, чтобы лишний раз вы переживали больше. Поэтому, прежде чем работать в поисках правды и прочее, вам стоит лучше познакомиться с собой. А, читая ваш текст, я, к сожалению, сделать такого вывода о том, что вы с собой знакомы, не могу. Вот. А вот такой, примерно, ответ я могу вам дать. В этом всё. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго. Продолжение следует. Продолжение следует...